Всем привет на канале ИП. В предыдущем ролике, где я показывал два белых стольника, вот они перед вами, до сих пор лежат. Записываем сразу несколько роликов с Игорем Павловичем. Я обещал, анонсировал показать очень интересный брак, который вы наверняка никогда не видели. Это тоже стольник. Ну, этот стольник, который я вам сейчас покажу, вот здесь у меня в руке. Вот здесь вот, видите. Сейчас я разогну пальцы и вы увидите вот такой же стольник. Я вас гипнотизирую, вы увидите вот такой стольник 2019 года. Он будет один в один. Это гипноз. И перед вами монета 100 тенге 2019 года. Внимание! Вопрос знатокам. Это ли монета 100 тенге 2019 года? Как я определил, что эта монета 100 тенге 2019 года? Найдена эта монета была в столице нашей родине, городе Нур-Султане. Кто-то до сих пор любит называть его Астаной, но факт остается фактом. Найдена эта монета в прошлом году. Ехала она ко мне немножко долго, ну там в силу ряда причин, но в принципе сделка как таковая. Договорились мы с человеком в прошлом году. Естественно, контрольное взвешивание. Без этого никак, чтобы вы были уверены в том, что мы вас не обманываем. 6,43, ну 6,43, 6,45, то есть практически идеальный чистый вес, но это именно 100 тенге. Это не заготовка, это 100 тенге. Как я определил, да очень просто. Вы все хорошо помните, что такое гурт. Мы вам снимали даже целый мультфильм и рассказали про ошибку гуртовой надписи. И вот на этой монете 100 тенге, если внимательно приглядеться, тоже можно увидеть надпись на латинице тенге. К сожалению, жуз не видно, потому что сейчас Игорь Палыч сосредоточится, наведет камеру. Есть контакт? Еле-еле-еле видно, но все-таки надпись тенге можно увидеть. И даже видно звездочки. Они очень слабые, но вот здесь вот буквы есть. И они на латинице. А слово жуз попало как раз-таки вот на эти забоинки. Видите, вот с этой стороны забоинка и с противоположной стороны тоже забоинка. Вот здесь слово жуз было написано, поэтому я, к сожалению, не могу определить эта монета с ошибкой по гурту, без ошибки по гурту. Но факт, что эта монета 100 тенге и это именно монета, а не заготовка. 19-й. 19-й год. Потому что она была найдена в прошлом году. Монеты 2020 года только появились. Как я вижу, в чем причина? Да, причина в том, что при нанесении гуртовой надписи заготовка каким-то образом застряла и получила вот эти самые замятия. Вот эти дефекты. И из-за этих дефектов, судя по всему, каким-то очень удивительным образом проскочила и не отчеканилась. Но еще более удивительно, что она попала в мешки, попала в обращение и была найдена именно в обращении при сортировке мешков с монетами 100 тенге, которые поступали для сортировки. Их отсортировали и машина выплюнула эту монетку. Человек сначала думал, что это вообще даже не брак. Прислал мне фотографию. Я сказал, нет, это брак. Им с ним договорились, совершили сделочку. И вот теперь такая интересная монета. Ой, извиняюсь. Что упало, то пропало. Да нет, Игорь Палыч. Упал обычный стольник. И теперь эта монета стала достоянием канала Игоря Палыча. Попала в хорошие, добрые руки коллекционеров. И теперь вы знаете, что такой брак тоже бывает. И будете обращать на это внимание. И если вам попадется такой же экземпляр, не стесняйтесь. На шапочке написан WhatsApp. Присылайте фотографию. Пишите, что вы нашли, в каком городе. Мы вам обязательно ответим. Ну что ж, если вам понравился этот брак, это наша уникальная и интересная находка, то не пожалейте для нас шикарного жирного лайка. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, как все-таки появился этот брак. Потому что я тоже человек, я могу ошибаться. Может быть я неправильно понял сущность этого брака и технологию его появления. Но он у меня уже есть. Всем удачи. До встречи на канале ИП. Мы вас еще удивим.